Министерство иностранных дел Российской Федерации прямо отреагировало на заявление Евгения Пригожина относительно повестки дня председательства России в Совбезе ООН. Это, по сути, стало первым официальным ответом российского госучреждения на критику, которую озвучил основатель ЧВК Вагнер. Таким образом, Кремль продолжает подрывать репутацию Пригожина. Об этом говорится в отчете Института изучения войны. Подробнее эту тему и другие будем обсуждать с нашим коллегой, журналистом Романом Цемблюковым, который присоединяется к нашему эфиру. Роман, рады приветствовать. Привет. Здравствуй, Рома. Ром, скажи, пожалуйста, что происходит между российским руководством и основателем ЧВК Вагнер, в общем, человеком с огромными политическими амбициями Евгением Пригожиным? И уменьшающимся количеством личного состава его бандформирования. Тонко подмечено и очень четко. Да, причем в бандформировании согласно российского законодательства. Сейчас на это никто не обращает внимания, но это не что иное, как незаконное вооруженное формирование. Обеспечивается Министерством обороны и так далее. Но Евгению Викторовичу нужно отдать должное, что в части пиара он впереди планеты всей, ну, по крайней мере, в Российской Федерации. И частенько они соревнуются с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, они рассказывают россиянам, как надо жить, решая или свои бизнес-интересы, ну и политические интересы. Ребята из Чечни рассказывают, где должны быть в Москве установлены и построены мечети. Ну, как-то с автоматами наперевес. Я ничего не имею против мечетей. Ну, просто такая зарисовочка. Как говорится, с автоматом это убедительный. А Пригожин, ну, примерно так же учит российских чиновников, как надо родину любить, как надо посидеть, а потом рассказывать, например, что губернатор Петербурга очень и очень плохой человек. Очевидно, сейчас речь дошла и... Очередь дошла и до Министерства иностранных дел. И им тоже объяснят, как нужно представлять Россию на внешнеполитической арене. В принципе, с большой вероятности, Машу Захарову уволят. Даже не знаю, чем она сможет заниматься. А вместо нее будет какой-нибудь мужчина с кувалдой, амнистированный Владимиром Путиным за участие в боях, например, в Бахмуте. Он будет, очевидно, без ног. Возможно, даже без головы. Но голова в данном случае и не понадобится. Но я вижу это как-то так, если честно. Просто пока так складываются обстоятельства, что Пригожину в рамках той системы власти, которая есть в России, разрешено критиковать всех. Но, знаете, оно же там частенько потом раз, что-то где-то переключается, и человека не видно и не слышно. Может быть, с Евгением Викторовичем будет точно так же. Ну да, натравливает его, как будто одно министерство не вытянул по конкуренции, теперь конкурирует с другом. Будет интересно, что следующее. Наверное, с министерством ЖКХ там или чего будет воевать в России. Роман, вопрос следующий. Ну, те ужасные кадры, которые вчера фактически не только Украину шокировали, но и весь мир. Хотя, вроде как, сделаны они были, как говорят, эксперты намного-намного раньше. И почему-то сейчас их выбросили в сеть. Речь идет о казни, жестокой казни украинского военного. Уже, кстати, разведка Украины говорит, что выяснила имена и фамилии причастных к этому убийству. Для чего сейчас делают это россияне? Расскажи нам, пожалуйста, про свое мнение. Вот, считают представители разведки, что это делается для того, чтобы отбить желание у россиян сдаваться в плен. Якобы эти случаи стали настолько массовыми, что вот подобные публикации видео могут их действительно как-то отбить желание это делать. Что ты думаешь? Давайте для начала просто показывать не будем, но опишем это видео. Российский комбатант, не знаю, зэк он или не зэк, ну, в общем, представитель армии Владимира Путина ножом отрезает живому украинскому солдату голову. Крики, вопли. И это такое душераздирающее зрелище. И никому не советую это смотреть. Я посмотрел и потом очень долго пожалел. Так вот, знаете, особенность вот этого случая только в том, что его сняли на видео и показали. Когда были освобождены украинские города, такие, ну, всем известная Буча, то там было все примерно то же, только не было видеофиксации. Но от этого ужаса преступлений российской власти, российских военных, ничем ни меньше, ни больше. То, что россиян пытаются как-то наусть сказать на то, что нужно боевать до конца, там заград отряд, а там дикие укры, ни в коем случае не сдавайтесь, и так далее, и так далее. Это все имеет право на жизнь, эти версии, и может быть так оно и есть в данном конкретном случае. Но эти действия, они повсеместны на оккупированных частях Украины. Они ничем не отличаются. И раньше фиксировались массово кражи стиральных машин, вот теперь отрезанные головы. И я предполагаю, что люди действительно от этого получают некое удовольствие, потому что они считают себя там супервоинами, или просто, что они вне какого-либо закона, ни российского, ни украинского, ни международного. Напомню, что по российскому законодательству головы людям тоже отрезать нельзя. Ну, это так. Хотя, о чем я? Ром, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, а удовольствие ли ради все это фиксировалось на видео? Ну, то есть, для чего это нужно было снимать и после этого выбрасывать в сеть? Эти видео не просто так появляются наверняка. Я прекрасно понимаю, что все это ожесточает обе стороны. И я просто со своей стороны хочу сказать, что у нас же не сброд. У нас в армии, у нас есть командиры, есть люди, которые занимаются психологическим обеспечением солдат. Значит, так делать не надо. Российских солдат, как и прежние, нужно убивать, а по возможности брать в плен. И для этого у нас есть штатное оружие, автоматы, ну и дальше вверх по увеличению калибров до Хаймарса включительно. Нужно оставаться всегда людьми. Я говорю об украинской армии, хотя прекрасно понимаю, что у массы наших общих знакомых, друзей и товарищей, а армия у нас одна на всех, возникли совсем другие мысли. Ну и надо продолжать оставаться человеком, даже в этой ситуации. Для чего они это сделали? Ну, еще раз, тут причин может быть много, но может быть просто они варвары, варвары, может они просто пришли на эту землю истребить нас всех. Вас, меня, людей вокруг нас. И они же об этом говорят в телевизоре, прямым текстом. Никто ничего не скрывает. Они не шутят в телевизоре, они не шутят на земле украинской. Поэтому тут нужно, я тут даже, знаете, мы обычно там как-то апеллируем к российской публике, а сейчас даже не вижу смысла. У нас постулат простой. Они или уйдут отсюда, или здесь умрут. Вот все. Да. Ром, знаю, что ты отслеживаешь самые яркие изменения в российской пропаганде. Как российская пропаганда потом отреагировала на происходящее? Правильно ли с точки зрения технологии они все сделали? Потому что то, что я видел, это Песков в первую очередь сказал, что это в мире фейков мы живем, да, все ужасно, надо проверять подлинность, а Красовский вообще сказал, что он всегда будет на стороне российских военных, потому что время такое. То есть, ну, полное оправдание самого, наверное, ну, одно из ужаснейших видов убийств, не знаю, пыточного, снятого на камеру. Что ты об этом думаешь? Это подыгрывание общества? Вот они и такой реакции хотят в Российской Федерации? Или тут пропаганда себя неправильно повела? Ну, смотрите, они занимаются расчеловечиванием Украины и украинцев последних 9 лет. Привело это к обратному эффекту, они расчеловечили себя. То есть, вот эти вот такие одобрительные комментарии на тему, что я посмотрел это кино два раза, три раза, четыре раза. То есть, ну, извините за прямоту, если люди выбирают вместо порнохаба вот это, и получают от этого эстетическое, не только другое удовольствие, удовольствие. Это говорит о заболевании российского общества. Что касается Пескова, то его слова равны нулю. Как сказал Владимир Путин, он несет пургу. И сейчас тоже. То, что он сказал, это называется практика такая. Если правдой для России является только то, что мы сами назначаем. Что-то подобное, вот они обозначили, вот эта схема, она была проработана после атаки на МН-17. Путин вышел тогда и сказал, что мы только то, что мы признаем правдой, то и правда. Вот здесь примерно такая же ситуация. Ну, сразу мы все вспоминаем роман 1984. Значит, официальная ли ТВ-пропаганда, насколько я понимаю, они этот момент проигнорировали полностью. Это же такая вот интересная штука телевидения, особенно российского. Монтаж. Раз, этого сюжета нет. Его вообще нет. То есть, они никак его не обсуждают. Ни плюс, ни минус. Ну, по крайней мере, я не видел. Соответственно, телеграммы, особенно вот эти вот зен-нацисты, у них по этому поводу некоторое количество вот этих вот эмоций, которые я уже описал. Как ни странно, на войну это никак не повлияет. И на ее итог никак не повлияет. Я понимаю, что это, наверное, страшно звучит, особенно для родственников наших солдат, которые погибли. Но факт остается фактом. Еще раз, они вот такими действиями еще раз очень громко на весь мир говорит, что да, мы как ИГИЛ, да, украинцы, у вас нет вывода, нет выхода другого, кроме как нас изгнать или убить. Российских захватчиков, ну, считайте, не знаю, как кто, но я это прочитал именно так, и уверен, что реакция украинского общества будет соответствующая. А исполнители, конечно, за ними придут. Я убежден, что сейчас же в этом современном мире это же все находится, как выяснено. Сказалось бы, у нас же там были военные преступления где-то зафиксированные россиянами, а потом слитые. Ну, да, точно, я не буду это все описывать, если вы позволите. Но потом установили фамилию, адрес. Ром, зверств, которые российские оккупанты творят в Украине, их великое множество. Часть задокументирована, часть задокументирована с самими оккупантами. И не в первый раз мировое сообщество будет видеть кадры казней украинских военных или гражданских лиц, которые совершают оккупанты и других военных преступлений. Но скажи, пожалуйста, подобные видео, они оказывают какое-то влияние на мировое сообщество? То есть взгляд мирового сообщества на происходящее каким-то образом меняется? Как ты считаешь? Мне кажется, мировое сообщество, то есть наши союзники, 54 государства, они решение уже давно приняли. То есть они уже, вот лицо современной России или России Путина, русского мира, скрепы, вот это вот все, ГГГ и так далее, все-все давно поняли. И я хотел сказать, что если кто-то сомневался, то есть вот таких мнений там на Западе будет меньше. Вот, я даже, наверное, об этом скорее хотел спросить. То есть масштабы понимания, они растут, они увеличиваются, все меньше остается тех, кто утверждает, что не все так однозначно? Я оцениваю даже по опросам и прихожу к выводу, что только маргиналы могут там ходить с этими с флажками «Миру мир», не надо помогать Украине и так далее. Но вот опросы, которые я видел, причем на российском телевидении, они показывают, что в Германии уровень поддержки Украины и поддержки передачи вооружений всех типов, он только растет. И очевидно, что вот это вот это барварство, оно этот процент увеличит. Но я просто, понимаете, такой момент, мне вот как раз, мне не хочется так говорить, что смерть вот этого нашего солдата, еще в его личность не установлена, что оно пойдет на пользу Украине. Я не хочу так говорить, потому что это не так. Потому что все решения приняты. И на Западе, давайте просто проанализируем. Сегодня утром, по-моему, еще утром были сообщения о том, что вот Франция там что-то как-то блокирует или не согласовала покупку Украине боеприпасов. Сейчас смотрим уже все решение принято. Миллиард евро на покупку боеприпасов разных калибров для Украины. Но я не думаю, что вот эти вот, как это, вот это вот, ну вот это, даже не знаю, у меня, наверное, самое литературное слово все-таки это варварство, что оно на французов поменяло, повлияло. Скорее всего, там какие-то другие там уточнения, но глобально, глобально действительно все же видят это. Но ИГИЛам пугали и не только пугали, было за что, пугали и европейские страны, и те страны, которые находятся на североамериканском континенте. Люди прекрасно понимают, что это такое. И, конечно, сочувствующих нам будет больше, ну а в нашем случае это как раз измеряется это сочувствие в миллиардах, нет, в десятках миллиардах долларов. Да, будем надеяться, что и без этих ужасных кадров конечно солидарность с Украине и понимание к какому результату мы должны все прийти будет в должной мере. Спасибо тебе, Рома. Роман Цымбалюк. Спасибо. Блогер, журналист был в эфире канала Freedom.